Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в игру под названием The His War of Mine, режим Stories, и сегодня я буду играть историю под названием последний эфир, я попытаюсь получить третью концовку, то есть третьим способом пройти игру... То есть... А, даже четвертую, уже четвертая, это будет уже четвертая концовка, а то есть я хочу попробовать спасти Малика. Так, я согласен. В общем-то, в чем заключается суть, я буду сообщать новости, но не такие прям, как в прошлый раз, там, типа, про военных, там, то, что они бомбардировку собирают, а так, чтобы вроде как и сообщать новости, но чтобы военные особо-то на нас не обозлились. Я буду некоторую информацию умалчивать. Это Малик. Я веду прямую трансляцию из-за охваченной войной Погорена. Ночь выдалась спокойной. Пока. А в соседнем квартале были слышны выстрелы. Но может... Но можете не сомневаться. Мы будем с вами. А чтобы... Так, оповещать и разоблачать. Чтобы говорить то, что должно быть сказано. Не слышны голос? Ваш голос Погорена. Так, значит, так же, чтобы разнообразить хоть как-то игру, так же сказать, я буду немного небольшую такую роль отыгрывать. То есть я из Эзма сделаю, так сказать, повстанку. Она будет с военными воевать. Добывать информацию и воевать с военными. Она будет, короче, как бы сказать, скрытым ассасином. А для этого мне нужно будет сейчас собрать ферстак. Так, Малик и Эзма живут на заброшенной радиостанции, где Малик раньше работал ведущим. Его жена шутит, что мина, разрушившая их дом, исполнила его тайное желание никогда не уходить с работы. Хотя война разбросала команду радиостанции по миру. Малик продолжает передавать новости, которые собирает Эзма во время поисков продовольствия. Слова правды, которые он вещает жителям Погорена, дают ему не меньше сил, чем еда, с трудом добытая его женой. Их сын Адам записался в дробовольца в начале войны. О нем теперь стараются не вспоминать. Так, мы сразу, короче, Малик, Малик у нас идет сбирать завал. И у нас идешь на верхние этажи добывать провизию. Ну, не провизию, а стройматериалы. Все, что на первом этаже... Ой, все, что на втором этаже, с этим разберется Малик. Так, у нас, в принципе, у Малик-то и разбирать больше нечего. Если только... Вот иди вот эту кучу разбери хотя бы. А, трава, ладно. Ах, что хватит. Так, ты иди пока вот это разбирай. Так, ты у нас пока что разбираешь, да? Отмычки все еще прикодятся. Так, ты иди это разбирай. Ты у нас ничего особого сделать больше не сможешь. Так, хорошо, беру все. Так, ты пока иди вот эту записку посмотри, а пускай Эзма спускается вниз на второй этаж. Так, ты на третьем этаже находишься. А, верстак. Верстак у нас, кстати, есть, но он вроде не тот. Подходящий верстак. Так, нам нужен другой верстак. Нам нужен слесарный верстак. А для этого надо еще четыре компонента найти. Так, значит, вниз спускайся. На самый-самый низ. То есть на первый этаж, потом в подвал спустишь. А, нет, все-таки он... Да, он на третьем этаже живет. Так, все, компонентов у нас хватает на верстак. Так, вниз давай, спускайся. Так, шкаф давай разбирай. Потому что там есть. Нам сейчас самое главное скрафтить оружие какое-нибудь. Лучше всего топор. А можно еще и кирку. Нет, лучше всего мы, наверное, кирку скрафтим. Кирку будет... Днем завалы будут разбирать, а ночью, короче... Драться будет, конечно. Так. Ну и последний ящик вскоре. Я не помню, на какой день на нас встали. Хорошо, надо... Пойдемте сюда, пойдем сюда. И послушаю что-нибудь, может, по радио что-нибудь. Там ничего не говорят в первый день. Ну ты хотя бы по работе, чтобы тебя... Так, так сказать. Десять три. Сколько кровать стоит? Блин, дорогая кровать. Эзма тоже должна отдыхать. Один слесарный верстак. Сделать. Ставь пыль, дзипи, вот здесь пускай стоит. Мне нужно найти новости. Сейчас найдешь, мы сейчас сразу отправимся новости искать. Так. На площади, где снайпер, я по сути ничего такого сделать не смогу. То есть, мне вот как раз можно сразу в первый день отправиться туда. Снайпера я вырубить... Никаких обстоятельствах. Так, мне сразу надо на улучшение собирать предметы. Потому что сейчас я вроде как... Вроде как... Хотя кирку могу сделать. Надо кирку собрать. К сожалению, у меня пока компонентов нет. И надо шестеренки, запчасти две штуки. И компоненты две штуки. Но я надеюсь, я сейчас их найду. Этой ночью. Первый день у нас завал не будет разбираться. Нам надо как-нибудь вот этот камень убрать, вскрыть. Пластинки с хорошей музыкой. Так, это типа спать. Так, воды. По сути, воды мы можем добыть. Уф, надеюсь, они вылечат. Что он там сказал? А, надеюсь, они вылечат мне колено после... Войны. Он вот это вроде говорил. Да, транслировать нам пока что нечего. И в принципе... Ну, в принципе, все. Можно день завершать. Сразу идти на площадь. Потом дом с привидениями. Да, давайте сначала в парк сходим. С собой. С собой мне нечего брать. Мы идем добывать. Сейчас я добуду ресурсы, скрафчу кирку. Потом скрафчу, если хватит, газовую плиту и еду приготовлю. Так, давай сразу обыскиваю вот эти вот. Подождите, а тут разве только один? Мне казалось, что... А, вот. Тоже можно обыскать. Так, забираю. К сожалению, компонентов и запчастей пока что нет. Компоненты есть, запчастей нет. Давай беги. Не знаю, как сюда добраться. Давай пили сразу дверь. А, да, мужик. Сейчас мы тебя... Спасибо. Ну ладно, он с нами поговорить не захочет. Кстати, уже слышно снайпера. Тут пока что обучусь. Может, найдется запчасти. Придутся. Запчасти пока что не нашлись. Информацию о снайпере мы доложим, потому что это по сюжету так нато. И ничего мы молчать, промолчать про снайпера не сможем. Пока не расскажем. Так, пока не расскажем. Мы не сможем продвинуться дальше по сюжету. Так, ну ты там бежишь, нет? Пойдемте. А, пойдем, давайте. Я бы уже давно сам добежал бы. В принципе, я успею. Так, все, я пробежал. Она меня больше не убьет. Хотя не знаю, куда он стрелять сейчас. Там же повсюду только, там же только трупаста. Или он пытается в меня попасть. Да-да, вот, перестал стрелять. Так же. Части я не нашел, к сожалению. Они мне очень... Из запчастей я не смогу продолжить. Может, торгует что-нибудь? Э-э-э-э, наверх-наверх. Так. К сожалению, я так и не нашел запчасть. Неужели в дом спорядей не придет популяция? Без запчастей я не могу пойти на заправку. Запчасти не найду, я не могу идти на заправку. Лучше всего монтировку найду. Блин, мне не повезло. Частей вообще не нашел. Что значит? Потом заброшку... Мы с Лиезмой. Центральная аллея парка обстреливается снайпером. Я должна сообщить Малику, чтобы он предупредил людей. Передайте сообщение Малику. Значит, мы потом пойдем на заброшку. Заброшенный дом. Дом справедей. Там поищем детали. Потому что мне нужны детали по-любому. А иначе никак. Мне нужна кирка. Кирка. Так, кстати, надо уже дрова добывать. Но я вроде... Ну доски я взял, досок мало было. А вот компонентов у меня сейчас предостаточно. Очень много. Даже думаю, следующей ночью надо делать акцент на... На доски. На досок шесть штук. Ну сорны надо акцент делать. А на доски и какие-нибудь другие ценные предметы. Вода особо-то нам не нужна. Есть, о чем мы ее даже купить сможем. Но ее несложно добывать. Так. Ну давайте я для начала тогда скрафчу. Так, нет. Для начала я скрафчу. Сказываю плиту. Так, ее ставим, наверное, на второй этаж, чтобы Майлик мог тоже готовить. Так, ты у нас можешь передать эфир, поэтому... То есть провести эфир, передать новости. Поэтому давай, передавай пока что. А жители Погорино... А... Жители Погорино, обходите парк Святого Тимона 10-й дорогой. Там больше не безопасно. А снайпер уже подстрелил несколько человек. Так, ну пока что это безобидная информация. Так, иди слушай радио. Пока что это безобидная информация. Пока что военные не особо-то на нас разозлятся. Ну да, мы передали то, что там снайпер, но... Люди бы и так могли бы узнать то, что снайпер. Друг от друга... Люди бы друг другу просто передавали бы информацию. Вдруг от друга бы узнавали то, что снайпер. Конечно, не с такой бы скоростью, как с самого радио, но... Две порции сразу давайте приготовим. Так, торгуются. Сегодня что-то не хочет приходить, да? Это плохо. Так, ты давай информацию добывай, а я, наверное... Отправлюсь на поиски деталей. Так, ты больше там ничего не поймал? Вроде ты ничего больше не да... Да, ты больше ничего не поймал. Хорошо. Добывать нам больше здесь пока что нечего. С той стороны заиколочено. Ну, нам бы пройти вот в этот... В это крыло здания. Так, ну, нам больше пока что делать нечего. Я изма устала, но... Пока силы есть. Совершаем день. И мы идем в дом с привидениями. Если бы были детали, я бы пошел бы... А, на заправку. Но у меня нет деталей, поэтому я пойду искать детали. Мне нужна кирка. Мне нужно скрафтить кирку по-любому. А, там, к сожалению, нам надо будет тоже... Он пустой, вряд ли в нем кто-то есть. Я знаю, да, он пустой. Это крыса всего лишь. Пока что берем все. Потом будем брать более приоритетный вид. Можешь спустить? Да, можешь. А тут ничего нет. Но мне надо детали, детали найти. Самое главное найти детали. А, вот. Пилу я тоже не могу спустить. Для того, чтобы пилить решетки. Есть, детали есть. А, книги. Книги не такие ценные. Кофе, кофе по цене будет. Все остальное я пока оставляю. Как есть. Кофе дороже стоит, чем в вашей книге. Книги вообще дешевые. Бумаг для самокрутки вообще нет смысла ее таскать с собой. Так, гильзы. Гильзы я с собой возьму на всякий случай. Так, в приоритете у меня пока что доски. Давайте пока вот так вот сделаем. Так, можем... Может быть, еду даже найдем сейчас в холодильник. Но не факт. А, еда есть. Давайте вот эти детали выкинем. Не детали, а комп... Что такое? Компоненты, да, компоненты. А, берем еду, во-первых. Опять что-то надо выкинуть. Давайте доску. А, доски есть. Давайте я вот это выкину. У меня их очень много компонентов. Я заберу сахар. Вода дешевая на самом деле здесь. Изменивать на воду я ничего не буду у торговцев. Я лучше буду собирать стройматериалы. Стройматериалы ценнее. Ну все, компоненты я нашел. Я теперь могу скрафтить тебе. Какая-то будет мое основное оружие. Бумага для смог... Так, детали опять. Скинула на так пока что хватит. Другой меня больше ничего не интересует. Если что я могу вернуться сюда. Я смогу сбить... Я смогу сбить замок с помощью... А, тут значит у нас замок. Хорошо. Раз уже замок, тогда мы... Вернемся сюда позже. Еще вот это надо спить. Надо будет сюда вернуться с ножовкой. Когда ножовку скрафчу. Ну сейчас у нас будет очень много всяких... Предметов. С едой у нас не будет проблем. С стройматериалами тоже вроде как не должно быть. Я сейчас буду заниматься еще продажей оружия на черном рынке. От военных будет очень много оружия. У нас оставаться. И мы будем добывать... То есть добывать оружие у военных и продавать его. А, ты у нас ничего не знал. Так, вы еще пока голодны. У нас сильно устало. Ты сильно устала, но пока еще денек сбегать сможет. В общем, я опять обнаружил то, что у меня кусок видео не заснялся. А именно весь третий день. Но в третий день я особо-то ничего такого-то не сделал. К нам пришел торговец. А я с ним обменялся, узнал информацию. Нам сказал спасибо за то, что мы провели эфир. А также я поел у двух персонажей. Начал раскапывать завалы у двух персонажей. Ну и Есма у нас, короче, отдыхала. Сегодня четвертый день. Особо тоже ничего нового не было. Да, ничего особо-то не было. Я скрафтил себе кирку. Скрафтил. Также ломик. Он нам нужен был. Сегодня я отправлюсь на поиски. Так, то есть не надо... Да, я сегодня направлюсь на заправку оружия добывать, короче. У торговца я выменял миксер. Патроны пять штук. Компоненты оружия. И вроде... Еще вроде что-то, но не такое важное я выменял. Так, хорошо. Так, подождите. Так, я спешу на кровати. Есма у нас берет с собой... Давайте ломик возьмет. А, еду, еду я выменял у торговца. Одну еду взял. Вот компоненты оружия взял. Патроны пять штук. И миксер. Вот что я выменял. К сожалению, не повезло. Но то, что опять видео, короче, не сохранилось полностью. Кусочек, конец, в общем-то, сохранился. Там у меня ничего интересного не было, на самом деле. Я просто домой пришел, отдохнул, начал раскапывать завалы. Скрафтил себе кирку с ломиком. С торговцем поговорил. Так, пустой магазин от армейской штурмовой винтовки. Так, с этой стороны закрыто. Так, давайте подслушивать разговор военного. Так, наверх ты не можешь залезть. Хорошо, давайте посмотрим. А, мой грузовик сломался. Я застрял с припасами на заправке. Прошу подмогу. Отбой. А грузовик с припасами? Нужно выяснить, где он. Блин, батарейка сдохла. А нужно найти новые. Или долго я не проживу. Так, надо, тянемся. Так, какие-то военные бумаги похожи на плодную. Большая часть припасов предназначена для военной базы, но есть и странная строка. Доставка еды и детских товаров для какого-то пончика. Опа, сколько у нас всего. Пока что беру. Так, и того мне. Сюда надо спрятать. Черт, я здесь застрял. Получена информация. Так. Э! Ой-ёй-ёй. Я не вооружился. К сожалению. Давай быстрее прячься. Фьюджи. Давай. Ну вот он тут долго будет стоять. Он сейчас копошится, наверное, будет. Все, сейчас вырубим. Так, все. Военного убили. Сразу его выскиваем. Больше военных нет. Так, сразу забираем оружие. Оно нам пригодится. Патроны тоже к нему пригодятся. Так, оружие, патроны. Все это мне нужно. Взять, все сразу. Так, давайте брать только ценные предметы у меня, потому что колеи в земле довольно глубокие. Они ведут прямо на дорогу рядом с заправкой. Так, надо информацию получить побольше. А на ящиках с припасами военные штампы. Похоже, они здесь недавно. Так, давайте, что тут обыщем. Тут нам вроде как ножовка нужна. Трава. Траву мы собирать не будем. Сахар нам тоже не нужен. Смотрим, что еще есть ценного. Тут пустое. Зря время только потратил. Вниз спускаемся. Но внизу тут нужно решетку пилить. К сожалению, мне нечем пилить так. Гильзы пустые. Линд, гильзы пустые я не хочу брать. Все, он не целый слот займут. Они займут целый слот. А патроны я, в принципе, и так смогу добывать. О, еда, еда, еды немного. Давайте это. Так, еду добываю. Все. У нас еды и так много, кстати. Ну, если что, продавать излишки, будем продавать. Так, смотрим, что тут у нас еще имеется. Тут вряд ли что-то ценное есть. Я вроде как уже... Так. А вот сейчас можно гильзы взять. Пильзы и патроны. В принципе, у меня патронов много, ладно. И так, мы хитростью будем военных брать. Особо это перестрелок, их мы участвовать не будем. Мы будем военных брать с хитростью. А значит, патроны мы сами производить не будем. Так, компоненты... Компоненты оружия. Вот это уже нужно. Вот это же поинтереснее будет. Мы это возьмем за место... За место пороха. А что? А, мы только четыре детали можем. А, место досок. Место досок. Возьмем детали. Тоски, если что, мы сможем купить. В крайнем случае, топор с крафчем мы разрубим там у нас. Много всякой мебели ненужной. Вроде как, пока что. Так, припасы. Тут, скорее всего, сейчас еда будет. Опа! Более ценные предметы. Ладно, компоненты мы сегодня не берем. Мы берем... Так, еды немного возьмем. Она тоже не берется, да? Тоски, ладно, выкидываем. Бинты берем. Бинты тоже дорогие. Ну и все, собственно. Электроника. Электроника, если что, тоже обменяем у торговца. А неисправный армейский грузовик, наверное, он во что-то врезался. Он забит ящиками, а в них, судя по маркировке, пищевые пайки и лекарства для солдат. Так, хотя с другой стороны, мы с Лезмо. Грузовик полон первой помощи, необходимости. Если Малек объявит по радио его координаты, многие люди смогут выжить. Ну тут смотрите, в чем проблема. В том, что мы же военного убили, по сути, по логике. Мы, значит, были этой ночью, и военный мертв. Значит, мы его, получается, его убили. Хотя, с другой стороны, если мы сейчас сообщим, то можно свалить. Это типа подумать, что его другие люди убили, которые пошли после нашей информации забывать. Ну ладно. У нас тут выбора нет. Нам по-любому это сообщение придется передавать, иначе мы по сюжету дальше не сдеваемся. В принципе, на этом, я думаю, мы тогда закончим. Аааа. В следующей серии я продолжу свою, так сказать, борьбу с военными. Ааа, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова